Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И еще одни наши звездные гости Встречайте, друзья, коллеги, братья Солисты группы Light Sound Дмитрий и Владимир Корякины Привет, друзья! Привет! Привет! Девушки отдыхают Вам дается совершенно понятный набор продуктов Сегодня это куриное филе, грибы, капуста квашеная, бородинский хлеб и картофель Вот такой вот достаточно интересный набор продуктов Часто ли вы его используете? Ну, мы очень любим куриные грудки Мне кажется, это такой просто прям традиционный должен быть набор любого человека, который, не знаю, который хочет кушать Да-да-да Тем более так спортивно Спортивно, да, это классно То есть грудка куриная Я всегда чувствую себя сразу мистер Олимпия, когда ем грибы, я не только чувствую Друзья, вы готовите что-то из этих продуктов Но, конечно же, если продуктов вам не хватает к вашему блюду, вы должны будете это заслужить Фуэте, я не знаю, шпагат Реверанс Арабеск Вот видите, я подготовилась Ребята, ну от вас, конечно, какая-то новая композиция Может быть, не новая, может быть, самая популярная Это будет гораздо проще, чем все на шпагат Но у меня штаны просто не подходят Да-да-да У меня идея, давайте попробуем дуэтной поддержки Нужно, в общем-то, балерин поднимать Здорово Класс, это просто супер Это тоже спортивно Друзья, я понимаю, что у нас уже образовывается что-то Творческие союзы Да, это замечательно Поэтому пойдем готовить и будем что-то уже соображать Ну да, надо почему-то начинать Да, что уже, вот решили, вот что будете готовить? Да Что будет? Это будет Ирочка команды Да, Ирочка, Ира будет сегодня командир на кухне Да, я, наверное, ближе к кухне, потому что у меня дети И мне, конечно, приходится готовить Вот, но из-за вот такого набора продуктов Я хочу попробовать потушить и курицу, и картошку, и квашеную капусту вместе Не знаю, как я буду еще использовать туда грибы Буду ли я их использовать В принципе, можно не использовать, если что Оля мне подскажет тоже, подумаем Я думаю, грибы не помешают Конечно, грибы вообще никогда не мешают Не мешают Грибы всегда, да, дают очень вкус хороший Но нам не хватает лучка с морковочкой Лучка с морковочкой, да Это просто такие ингредиенты, которые необходимы фактически в любом блюде Прямо сейчас нужен лучок, или вы сейчас... Нет, нет, будем нам попозже Хорошо, тогда вы начинайте готовить Я сейчас посмотрю, что творится у наших мальчишек Да, хорошо, хорошо Поконтролируйте их там, да И грибочком Да, Дмитрий, Владимир Так, значит, что будем готовить мы? Леночка, у нас уже был хлеб в этом рецепте Да, бородинский хлеб Да, 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 такая мысль появилась Теперь у нас на столе появилось бородинское сражение Бородинское сражение Можно даже блюдо назвать бородинским сражением Супер! Да, бородинское сражение, а почему бы нет? Мне у нас здесь офигенно Название супер уже есть Для приготовления блюда бородинское сражение нам нужно вот все вот это А специи у нас входят в стандартный набор или нет? Можно Да, в стандартный набор А вот уже не стандартный Это уже, да, это придется заслужить Это премиумный Перчик вот это Но мы можем рассчитывать, так как у нас уже почти номер готов А, девочками, да Поэтому я думаю, что мы... Мне кажется, вы сейчас в поддержке как станете, так еще и в балете танцуете? Ну, когда не поздно Почему? Фактура позволяет Дмитрий, Владимир Немножко, немножко А вот что? Нет, и... Я пока что умею выходить на бис Девчонки, ну, все, уже я смотрю, процесс пойдет Пошел Да, пошел Значит, мы режем, режем курицу Я сейчас беру кусочек курицы Для того, чтобы сделать куриный бульончик Да, нам надо зарабатывать лучок с морковочкой Да, прямо сейчас Когда скажете Нет, я могу Вот если он сейчас прям нужен для готовки, то, конечно, мы уже готовы, чтобы вы что-то заработали Но нам надо потихонечку обжаривать лучок Да Зарабатываю морковочку обжаривать Значит, уже можно и филешечку добавить туда, чтобы... Да, умничка Давай, давай, давай Значит, зарабатываем Зарабатываем Морковочку Лучок сначала Лучок Лучок зарабатываем Конечно Значит, мы зарабатываем на лук, что будем делать? Что скажете? Я могу сделать, объяснить подъем воробеск Вот, давайте, давайте Значит так, мы зарабатываем на лук подъемом воробеск Балерина встанет воробеск Да Партнер должен левую руку положить на бедро Так, это вот эту получается? Или сзади? Вот я буду вот здесь, вот так Вот на бедро Вот здесь, да? Да, на бедро А правую руку Вторую под бедром Под ребрышком Под ребрышком Чуть-чуть, да? Можно даже чулочить вот так, чтобы вы на лук зарабатываете Это очень ответственно Потом, наверное, чтобы было удобно Надо присесть Ну, почти как штангу Да Сначала выжать Как бы ножками и ручками вместе А потом руку Да Так А может... Какая красота! Все, про О! Вот теперь, пожалуйста Супер! Очень хорошо Замечательно! Очень хорошо Двитри! Молодцы, ребята! Молодцы! Лук ваш! Молодцы просто, да! Лук! Нам нужен лук! Лук-лук! Я просто понимаю, что, ну вот, все смотрят и видят Вот так легко и красиво Балет, замечательно А на самом деле это легко? Наверное, когда ты уже этому научился Да Когда у тебя уже есть опыт То, наверное, это уже даже легко Даже это уже в удовольствии И это такой вот уже твой образ жизни Без которого ты себя не представляешь Но сам процесс Обучение Становление Он действительно непростой Ольга, я тоже хочу такой встречный вопрос Вот нас смотрит сейчас очень много маленьких девочек Которые мечтают стать балеринами Расскажите, это, ну, стоит того, чтобы мечта сбылась? Ну, самое главное, это желание, конечно Да Это первостепенно, первоначально Потому что у нас была мечта И мы двигались к своей мечте Наверное, для девочек, действительно, балет это больше мечта Сначала это просто мечта Такое вот Какое-то внутреннее зарождение А потом уже Ну, без трудолюбия, конечно, не обойтись Трудолюбие, это самое главное И здоровая доля фанатизма В этой профессии То есть, действительно, быть таким фанатом своего дела Да То есть, идти к своей цели поставленной Абсолютно Шаг за шагом, год за годом Мы двигались к своей цели Я вас немного оставлю Посмотрю, что происходит Да, мы тут сконцентрируемся уже на готовке На готовке, друзья У нас уже чистится картофель Да, у нас вообще Вообще, как часто вы готовите? Честно говоря, мы больше будем кушать, чем готовить Да То есть, обедать, завтракать, ужинать, но не готовить Ну, если загуглить, можно найти наши фотографии Из общепита, где мы работаем Из сети ресторанов Я знаю, что вашим главным критиком является ваша мама Да, это страшно Это самый суровый критик Этот критик слушает все песни ваши, которые у вас рождаются Нет, некоторые такие, что и стыдно показать То есть, ну, то есть, не весь репертуар мама ваша слышала Действительно, действительно есть некоторые песни, да Которые не стоит показывать маму Ты же понимаешь, какая современная сейчас музыка Ну, естественно, да Хотя я, если честно, уже тоже немножко отстала от современной музыки Ну да, вот мы не пытаемся держаться Нет, это правильно, это правильно Но несмотря на то, что вы начали свое творчество с 2002 года Это очень правильно я говорю, да? Прямо вот со школьной скамьи Да, это такая мечтательская прям была У нас еще даже до того, как группа наша официально появилась Мы ездили по Китаю с гастроли Да, это я знаю, что именно вот в Китае Это уже банальная история, много раз рассказанная, пересказанная Из серии городских легенд, но это все правда Ездили, выступали, большие очень залы были Тысячи радостных китайских лиц Было здорово И оттуда же страшная любовь к китайской кухне Да Хотя очень многие люди в Китае сейчас ездят Они говорят, есть там нечего Ребята, вы, наверное, не там были, что ли, не в том Китае Потому что там реально очень вкусно Но сегодня, кстати, у нас абсолютно славянский набор продуктов Которые никак в китайскую стезию не повернешь Ну, конечно, только если зарабатывать очень много ингредиентов Каких-то дополнительных Тогда уже Нам придется для этого даже не сольный концерт Чтобы она стала вдруг китайской, эта кухня А вообще любимая кухня какая? Китайская Китайская, да? Ну, мы сегодня готовим, наверное, больше Наверное, это все-таки получится белорусское Белорусское будет блюдо Это, естественно, абсолютно народные наши мотивы здесь присутствуют А вот что любите больше всего мамина? У нас мама, кстати, очень любит готовить именно китайские блюда Мама китайская? Да, да, да Мы же живем в Китае с родителями То есть это была школа А, да, то есть Поэтому это была наша семья там целиком А из-за этого мы вместе такие дружные, да, до сих пор И мы живем вот как... Как настоящая большая китайская семья Китайская семья А китайцы, они так и живут То есть они любят, прямо ограждают деревни Такие у них огороженные деревни В деревне живет там пять семей Они тут все ограждены и живут вместе И в Китае принято, что готовит один кто-то Человек, который повар именно деревенский один И для всех он готовит постоянно И вот мы поднахватались этих всех привычек В принципе, да И мы очень любим все эти соусы Там, чтобы мясо сладкое было Ну, для людей дико у нас это Да, да, да Чтобы сладкое мясо было Друзья, у вас... Ну, вот смотрите Лучший рингтон Лучший клип Песня года Беларуси Не раз становилась вашей лучшей песней Ну, то есть все лучшее Вы любите побеждать? Да, кто не любит, честно скажу Все, наверное, любят Просто для того, чтобы побеждать Нужно очень много Очень тяжело к этому вот идти На расслабоне не получается Да И не всегда, как бы, эти победы Они даже не то, что легко даются Да, они особо не нужны Да, вообще многие артисты, которые Там очень успешные И нигде вообще не побеждали никогда Да Они просто там Хит-парад, там-сям Там концерт, стадион Все супер молодец Вот, поэтому оно Одним с другим не связано Но нам нравится Как возможность о себе заявить Да Показать там, не знаю, новую песню Новый клип, который Представит на суд Жюри и зрителей И если им это нравится Мы счастливы А что мотивирует? Вот что Что дает вот эти силы? Ну, вот нам близок Всегда спортивный дух Да И у нас много песен Они действительно И использовались Как саундтреки Для спортивных мероприятий Некоторые становились Официальными песнями Гимнами Как гимн чемпионата мира По хоккею По хоккею, да В 2014 году И наша песня, которая Исполнялась на юргаритине Why the heroes Она тоже многократно Неофициально использовалась Для многих спортивных мероприятий И, наверное, у нас есть Какое-то внутреннее Такое настроение И чувство Вот этого спортивного состязания И воли к победе Которую мы и воплощаем в музыке То есть во многом Я сказал бы, что У нас вдохновение И идет из этой вот Спортивной борьбы Вот такого азарта Хотя мы сами не спортсмены Но у нас отец Он был чемпион Европы По многоборью Да ладно Вот, как замечательно Поэтому оно нам передалось Это вот спортивное Генетически Да, да На подсознательном Боевой дух Да, да, да Это здорово Это очень круто И да, мы сейчас прям Ну, мы ощущаем Да, вот Мне кажется Некоторые спортсмены Прямо нам так и говорили Прямо текстом Спасибо вам за такую вот там Песню Которая вдохновляет Потом на победы Да, да, да Мне кажется, это здорово Так, ну, я думаю, что и сегодня у вас и на кухне вы победите Нет, мы отдадим победу очаровательным делам В любом случае Друзья, вам что-то нужно сейчас заработать Может быть Так, давай мы подумаем Морковочка Вам не нужна морковочка? Нужна Морковочка Давайте морковочку зарабатывать Ох, вот А вместе? Батман 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 Можно вместе зарабатывать морковочку А может споем? Ну что, совместные усилия будут зарабатывать морковь Совершенно невероятное объединение Жанров Балет И опера Опера вдруг О моркови О моркови Да Кто съел Мою морковь Сейчас прольется Чья-то кровь Ух ты Да И? Ну и все И все И в шпагат И в шпагат И в шпагат И в шпагат Да, да, да И в шпагат Ух ты Красота Замечательно Морковь Одна Морковь Две Спасибо И в шпагат И в шпагат Уроки, но играть на гитаре ты не научилась. Но с тобой мое сердце так сильно пиво, но играть на гитаре ты не научилась. Спасибо. Значит, томатная паста, ребята, ваша. Честно, доработанная, заслуженная. Девчонки, замечательно танцевали, прекрасно. Это ваша томатная паста. Так, Ирин, вы просто бесстрашный человек. Я знаю, что вы танцевали и беременные, и сразу, когда практически родили малыша, вышли буквально через месяц уже танцевать. Как? Почему? Как? Вообще? Откуда силы? Вообще человеческое тело, оно на очень многое способно, на то, на что человек сам даже не подозревает. Вот. И поэтому, когда со мной вот так вот происходило, что вот я танцевала беременная, но, вы знаете, я же все равно это делала как бы под наблюдением. Да, то есть... Врачи меня контролировали, вот, и поскольку это был мой же третий ребенок, я уже знала вот... Свой организм. Да, да, и в этом вот как бы у меня уже были плюсы, вот. А когда я родила и пошла работать, фактически, наверное, через недели, две, три после рождения, то у меня был очень маленький интервал. Я пропустила очень мало, поэтому тоже организм моментально включился в работу, и для меня это не оказалось как-то вот сложно. То есть мне казалось, по крайней мере, по моим ощущениям, что все нормально, все в норме, все под контролем. Ольга, а про ваши 32 фуэте знают все. Расскажите, как долго добивались этого? Это, ну, то есть это пути, это тренировки. Да, это очень сложный трюк, который выполняется на одном месте, на одной ноге. 32 оборота вокруг себя, все это знают. И, конечно, мы это тренировали с 10 лет, буквально с того момента, как мы поступили в хореографическое училище. Постепенно, постепенно, очень маленькими шагами. 4 фуэте, 8 фуэте, 16 и 32, и 64 даже вертели, да, для того, чтобы был запас прочности на сцене. А как вот это... Да, в 32, я представляю, что я представляю. Вот этот вестибулярный аппарат, ну, это как, это в космос вы улетали, чтобы там немножко... Вы абсолютно правы, потому что, на самом деле, вестибулярный аппарат. Она будет хорошая, хорошая координация и хороший вестибулярный аппарат. То есть в космос, я говорю, что вот, в принципе, космонавтом наши балерины могут быть. А вообще были моменты те, когда, ну, вот, не получалось, ну, вот, сбивалось или, ну, вот, ну, соскакив... Ну, то есть... Ну, мы все живые люди, абсолютно, конечно, и соскакивали, и расстраивались, и... Ну, всякие моменты были, ноги болели. И как, Олечка, вы, вот, переживаете эти моменты? Каждый солист очень серьезно воспринимает. Я по себе скажу, я потом полночи не сплю, потому что что-то не доделала в зале, что-то не дотянула. Ну, перед зрителем чувствую вину, перед собой в первую очередь. Поэтому здесь, конечно, нужно хорошо подготовиться. То есть вот к своим неудачам они подстегивают или, наоборот, немножко расслабляют и вот... Они подстегивают. Подстегивают. Да, меня лично подстегивают. Ирина, а как вас неудачи подстегивают? Я как раз очень благодарна всем своим неудачам, всем каким-то предательствам. Любому негативу, который со мной происходил, я этому только очень-очень благодарна. Потому что все это только меня мобилизовало и только толкало, направляло идти вперед, вперед, вперед. Девчонки, готовьте, я вас чуть-чуть отвлекла. Так, морковь. Как бородинское раздражение. У нас 19 век, естественно. А в 19 веке все ели морковку, наверное. Конечно, это был самый распространенный овощ, можно так сказать. Это очень полезный. И вообще мы очень любим морковку. Она полезная, питательная. А вообще, вот как вы оцениваете свои неудачи? Вот тоже, вот я у девчонок спросила, они вас подстегивают или расслабляют? Честно сказать, не любим мы неудачи, естественно. Но это как вот, если не хочешь неудач, тогда лучше нигде вообще никогда не участвовать и вообще не жить. Потому что в жизни на любом поприще будет то там карьера, бизнес или отношения. Если ты любишь неудач, надо было не начинать готовить. Ну да, ну да, например, карьера, бизнес или даже, естественно, межличностные отношения, это всегда будут какие-то неудачи обязательно. Естественно, неудачи – это один из таких хороших очень мотиваторов, потому что это очень нехорошо, когда скажешь, ну, все там плохие, я хороший, да, у меня неудачи, потому что все меня не любят. На самом деле, бывает, что и в тебе проблемы тоже, поэтому… То есть мотивируют. Я думаю, да, да. Неудачи? Это баланс, главное, чтобы не было. Ну, в принципе, любому человеку нужно стараться, чтобы оно так было, потому что неудача-то случается, и нужно, чтобы это было мотиватором. Потому что когда у некоторых людей это становится поводом для депрессии или поводом перестать верить в себя и так далее, это плохо. А как вы относитесь к критике? Вот когда, ну, вот, вот, например, вы сделали хит, песня «Всем нравится», а кто-то вот взял и написал что-то какое-то очень не очень лицеприятное. Такие люди всегда есть, не бывает такого артиста, не бывает такого произведения музыкального, либо любого другого, чтобы никто не критиковал, это ненормально. Если не критикуют, значит, это никому не интересно. То есть критика – это как бы хорошо. В принципе, это очень зависит, конечно, от уровня критика еще, потому что когда критикуют человек вот с улицы, просто с улицы, там бывают такие курьезы просто. Мы рассказывали, потому что историю я помню уже много раз. У нас песня была еще давно с нашим товарищем-одногруппником, так скажем, группой «Войца» Якова Масса. Первая песня наша совместная называлась «Соло перте», и она очень хорошо пошла. И она была наполовину по-английски, наполовину по-итальянски. И итальянскую часть исполнял Якова, но многие люди, они не знали об этом, потому что просто название «Вайт Саунд», и они такие, ой, ребята, ну вот все хорошо, но лучше вот не пойте по-итальянски. У вас такой вот акцент сильный. Акцент, да, да. И вы понимаете, что это реально носитель языка, который, да, то есть… Он носитель, я гарантирую. Да, то есть… До мозга костей. Девчонки, ну вот есть же зрители, которые вообще не любят балет, ну есть такие. Или кто не понимает балет. Есть, однозначно. Вот что нужно сделать, чтобы человек полюбил балет? Вы знаете, люди не любят от незнания. Просто нужно человека заинтересовать, пригласить на такой спектакль, который более легкий для восприятия. И также есть и в опере. Есть такие спектакли, которые очень легко воспринимаются. А потом уже по нарастающей добавлять какие-то другие спектакли. Более серьезные, философские, сложные. Да, да. Ну, например, вот с чего начинать? Спектакль, который сейчас идет в репертуаре. Мне кажется, что, знаете, вот есть такие спектакли, которые веселые. Это такие как «Дон Кихот», «Карсар». Они, это как балет в феере. Там нет трагизма, там не надо думать, там все понятно. Там красивые танцы, есть такой легкий сюжет, яркие костюмы. Также там есть фуэте, которые вот славятся. Да, все, по-моему. Да, и эти спектакли любым зрителям воспринимаются обычно хорошо. То есть у них не остается какого-то вот напряжения внутреннего. А вот какая роль ближе всего и какая... Олечка, расскажи о любимой. Я могу сказать по себе, потому что меня всегда ассоциировали как-то с классической балериной, в пачке с классической танцовщицей. И, конечно, моей первой, наверное, такой завораживающей ролью был лебедь из «Лебединого озера». Он у меня остается каким-то символом, видимо, для меня, мне так кажется. Потому что балет волшебный, обладает какой-то невероятной магией. Потому что нужно перевоплотиться за один акт из белого лебедя в черный. Совершенно кардинально показать разные характеры. Поэтому в этом существует некая сложность и мастерство. Наверное, вот с опытом каждая партия становится тебе дорога. Ты не можешь выделить какую-то очень любимую партию. Ирина, а у вас? Я тоже танцевала, конечно, разные такие вот роли, классику и не классику. Но сейчас я с каким-то большим трепетом отношусь к королям, где есть вот этот трагизм. Где нужно не только танцевать, а где нужно прожить целую жизнь. Где можно перевоплотиться, почувствовать себя совершенно другим персонажем, другим человеком. И вот эти вот роли, которыми я не только танцую, а говорю, вот этот вот посыл в зрительный зал, они для меня сейчас более такие вот ценные. Ой, как здорово, когда действительно, ну просто мне это тоже близко, близко очень, но немножко в другом плане. Поэтому, так, у нас все близко здесь тоже у нас тушится курочка. Да, у нас курочка, сейчас пока она тушится с овощами. С овощами. Вот, и будем ее пробовать тушить с капустой квашеной. Вот, квашеная капусточка тушеная тоже очень вкусная, но я вот хочу ее попробовать сейчас на соль. Насколько она соленая? Да, и соленая. Все в сковороде. Это тоже замечательно. И уже бородинское сражение. Началось. Началось, да. Ну, в перчик еще бородинское сражение добавили. Дуэт творческий. Ну, и о творческих планах. Что сейчас? Что в данный момент? На чем работаете? Мы работаем над мини-короткометражным таким фильмом и клипом. Мы хотим к 75-летию Победы сделать данную. Да, я просто очень люблю такую вот эту вот тему нашу замечательную. Здорово, здорово. Я надеюсь, что получится замечательно и тебе понравится. Там будет именно освещено со стороны, которая не очень часто обращается в продюсеры и режиссеры. Мы хотим сыграть летчиков. Летчики. Значит, будете летчиками. Да. И а песня ваша какая-то новая совершенно написана? Не знаю, мы освещаем песню, которая была раньше у нас. Да. Мы пока так предварительный монтаж делаем под нее. И потом мы посмотрим, если будет вдохновение написать что-то другое, специально для этого будем стараться. А режиссеры клипов у вас вы являетесь? Или вы кого-то пригодите? Мы настолько сумасшедшие, что мы любим все делать сами. Получаем огромное удовольствие от этого. То есть и режиссеры клипов с вами. Нам нравится, нам очень нравится, когда у нас снимают клипы. Допустим, мы с Виктором Аскиркой работали, он обалденный режиссер. И у нас был другой опыт работы с людьми, которые снимают. Но делать самому это особенно интересно, потому что это абсолютно погружение, и это очень сложно. А мы очень любим, когда очень сложно. А стандарты балерин, они существуют? То есть вот если есть девочка, ребенок, можно же сразу по ней сказать, может ли она быть балериной? Вот Олечка сейчас занимается с детками. Да, конечно, при отборе детей на хореографию, на балет, очень важно иметь природные данные. Потому что это намного облегчит, так сказать, и карьеру, и балетную жизнь. Потому что очень сложно существовать и строить карьеру без природных данных. Без природы. Это выворотность, это большой шаг, это выгнутая стопа птичкой. И, конечно, внешняя фактура очень важна. Вот спина, красивые линии. И я знаю, что, ну, может быть, это такой миф, смотрит даже на папу с мамой. Да, есть такое. Это есть такое? Я вам даже больше вот расскажу. Очень, очень. Я сейчас вспомнила недавно, что одна мама вместо себя отправила свою знакомую со своим ребенком, чтобы его взяли в училище. В училище. Потому что она сама была невысокого роста и пухленькая. Ну да. И она боялась, что подумает, что ребенок будет такой, у нее сын, мальчик. И она отправила свою, по-моему, соседку, потому что та была высокая, стройная. Стройная, и все подумали, что это дарит. Так, мы забрасываем уже квашеную капусточку. С картошечкой. С картошечкой туда же. И это все будем вместе тушить. Это будем уже тушить. Какая будет красота. А вот для чего вот эта томатная паста? Ну, то есть вот томатный наш... Это будет еще тушиться... Здесь куриный бульон. А-а-а, вот томатный. Вот поэтому мы варили курочку, чтобы был куриный бульон. Я поняла. Дмитрий, а вот вашими песнями что вы хотите донести зрителю? Вот какой посыл? Мы всегда проповедуем такой вот момент настроения добра и ощущения счастья этого момента. То есть для нас самое главное передать... Счастье здесь и сейчас. Да-да-да, передать вот ощущение счастья этого момента. Для меня песня для того, чтобы замирало сердце. А от чего это происходит? Вот ты лучше сказала, да. Это уже... Тоже хорошо. То есть просто представьте все моменты, которые могут быть в жизни, от которых замирает сердце. Если они воплощены в песне, значит песня то, что надо. Я еще вот всем вам хочу такой вопрос задать. А ваша творческая мечта, ну вот роль мечты, Дмитрий, у вас, у Владимира тоже вот песня мечты. Или вот, ну, может быть другая какая-то творческая мечта. Ольга. Я очень часто об этом думаю. И на самом деле это сложный вопрос для меня. Да, наверное, все-таки реализоваться. Досказать, быть понятым. Все роли мечты, которые были там в юношестве, они действительно уже осуществлены и станцованы много раз, и прожиты много раз. И на сегодняшний день я больше думаю о том, это как максимально себя удержать в той форме, в которой я сейчас нахожусь. И уйти в то время, когда я буду еще, наверное, достойно танцевать, и чтобы, допустим, меня помнили, и только вот такой вот, какая я вот сейчас есть. Мне кажется, что вот очень хочется находить какие-то новые формы самовыражения, и чувствовать поддержку, чувствовать постоянную нужность того, что ты это делаешь. Потому что это скучно делать просто так для себя, да, классно, когда это кому-то надо. И самосовершенствоваться, естественно, там, понимать и учиться чему-то новому, вот это очень здорово. Поэтому мы и занимаемся не только написанием песен, не только исполнением их, но и снимаем там клипы, короткометражки, еще что-то. Это круто. Конечно, все мечтают о невероятном мировом успехе, это даже банально об этом говорить. Поэтому хочется отметить, что всегда есть желание, чтобы не угасал этот творческий огонек внутри, вот это вдохновение. Потому что когда вот есть такие моменты, что ты понимаешь, что вот и песню не хочется новую писать. Вдохновения нет. Да, да, да. Хочется, чтобы это вдохновение, оно не отпускало, и вот прямо вот был огонь всегда. Да, да, потому что это вдохновение, это прямо вот ощущение, что тебя подбрасывает вот от того, что ты делаешь. И вот очень хочется, да, чтобы это ощущение оставалось постоянно, не покидало, да, чтобы можно было вот опять на этой волне лететь вверх. Абсолютно. Да, здорово. Вам можно просто позавидовать. Ваша профессия, она вот как бесконечная. Можно вот творить, жить, жить и жить. А вот мы можем исхититься с вами. Потому что для меня, например, балет для меня всегда это было такое вот воплощение, наверное, самого сложного в творчестве, что вот может быть, наверное. Друзья, все главные события происходят у нас здесь, на кухне. Но в нашей программе есть еще одно важное событие. Это приход нашего шеф-повара. Артем Ракетский, мы тебя просим. Артем Ракетский. Ну, я у кого-то повторил, да? Нет. Посмотрел, повторил. Нет, у нас есть продукты. У нас набор продуктов. Да. Да, нет. Это не повод. Ну, давайте, наверное, попробуем. Ну, давайте, давайте. Потому что визуально они прям очень такие. Девчонки, рассказывайте, что у вас? У нас такое, мне кажется, истинно белорусское. Истинно. Хотя, когда над кухней готовишь, не думаешь об этом. Истинно, но не истинно. Главное, чтобы съедобно было. Да. Артем. На самом деле, очень вкусно. Потому что именно... У меня аж дыхание перехватило. Страшнее, чем прикидывая. Классная капуста. Она есть, на самом деле, очень тему. А зачем вот это? Для красоты. Это как... Мы хотели поджарить, да? Мы хотели поджарить чуть-чуть бородинского пенчика. Вообще, просто хотелось, как греночки такие, да, сделать. У него же не получилось. Нет. А мы даже... Мне кажется, это лишнее, то, что блюдо самодостаточное и очень даже вкусное. Блюдо от балерин. Куриное филе. Две штуки. Лук. Одна штука. Шампиньоны. 300 граммов. Морковь. Одна штука. Квашеная капуста. 300 граммов. Картофель. Четыре штуки. Томатная паста. Одна столовая ложка. Томаты. Одна штука. Бородинский хлеб. Два ломтика. Зелень. Нарезать куриное филе кубиком. Лук очистить и измельчить. Морковь очистить и натереть на терке. Очистить и измельчить шампиньоны. Обжарить лук, морковь и шампиньоны. К овощам добавить куриное филе. Приготовить куриный бульон и добавить в него ложку томатной пасты. Картофель очистить, нарезать кубиком и добавить к овощам с курицей. Влить куриный бульон с томатной пастой. Добавить квашеную капусту и протушить 30 минут. Выложить на тарелку, украсить зеленью и томатами. Нарезать кубиком бородинский хлеб и выложить на основную тарелку. От Артема похвала. Это очень-очень-очень. Это называется бородинское сражение. Мы использовали белорусские продукты. Мы бы себе представили, что мы на берегу Березины, где-нибудь у нас наступают войска. А это вот то, что приготовил повар для солдат. Из белорусских национальных продуктов. Картошка, квашеная капуста, грибочки. Бородинское сражение. Вы знаете, здесь немножко неудачное решение. Здесь томатная паста есть, да? Она сама по себе кислый продукт. И, соответственно, кислая квашеная капуста. Вы повысили кислотность в данном блюде. То есть идея у вас, на самом деле, тоже, как и здесь, была идентичная и интересная. И вы, в принципе, вот этой вот кислотой дополнительной, вы немножко его прикислили. Но если есть кислота, то я бы вам посоветовал ту же томатную пасту прижарить сначала, например, с сахаром. Она бы немного сбалансировала. Ну, мы сахар вот добавили. Да, сбалансировала вкус. Да, надо было жарить, да, да, да. И, в принципе, идея, я говорю, у вас все идентично двоих, да? То есть одно более желтое, другое более красное. Хлеб. Это бородинский посоветовый название. Здорово. Так что единственное, что вы, на самом деле, сделали лишнее, это томатная паста. Мне кажется, либо ее больше прижаривать, потому что, когда вы ее прижариваете, перед тем, как добавлять в блюдо, кислота уходит. Кислота уходит. Она становится слаще и более ярче по вкусу. Бородинское сражение. Картофель 5 штук. Куриное филе 2 штуки. Морковь 1 штука. Томатная паста 2 столовые ложки. Шампиньоны 300 граммов. Квашеная капуста 300 граммов. Бородинский хлеб 2 ломтика. Картофель очистить и нарезать кольцами. Очистить и нарезать полукольцами лук. Морковь очистить и нарезать кольцами. Пассеровать лук, добавить морковь, картофель и накрыть крышкой. Тушить 20 минут. Шампиньоны измельчить. Куриное филе нарезать крупными кусочками. Отправить грибы, курицу, квашеную капусту и томатную пасту к овощам. Перемешать и тушить еще 20-30 минут. Подавать с бородинским хлебом. Вот так вот, друзья, как можно чаще готовьте для своих близких. Вот такие вкусные и простые блюда. И пусть в вашем доме станет теплее. Ну даже если от плиты, ну ведь тоже хорошо. Ну что, друзья, все за стол? Давайте пробовать. Пробуйте, ребята, давай, налетайте. Берите вилочки, налетайте, пробуем, что мы приготовили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин